Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Партнёр проекта «Чтоб я так жил» – торговая марка «Брид». Здравствуйте! С вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». Сегодня нам с вами расскажут о том, как правильно воспитывать наших собак. Начинаем движение. Громко и отчётливо подаём команду рядом. Существует правило содержания собак на территории Пьёмского края, где чётко сказано, что все собаки должны быть дрессированы. То есть собака воспитана, а она никогда не станет угрозой для кружки. С чего надо вообще начинать? Дрессировку с какого возраста? Приобретая четвероногого друга, надо отдавать себе отчёт, что это не автомобиль, что его когда-то выключил, в гараж поставил и заниматься на постоянном. Уже в этом возрасте, в момент появления собаки дома, можно научить её к месту. Она с удовольствием будет убегать сначала с полуметра за кусочек корма, потом с двух, с трёх и даже из другой комнаты. Можно отрабатывать выдержку. Перед дачей корма, например, когда приходит кто-то в квартиру. В домашних условиях можно в игру превратить команду «Ко мне». В этом возрасте хорошо отрабатывается команда «Фу». Сидеть, лежать, стоять. А кроме этого, следует помнить, что чего не должна делать взрослая собака, не должна делать щенок. На диван запрыгивать, например, там воровать со стола. Это баласто переходит подчас даже в агрессию. Собака не пускает хозяина на диван, ворует со стола, когда они там отвернулись. В шесть месяцев мы пришли с ними на дрессировочную площадку. Вот с чего начинаются занятия, как проходят эти занятия, расскажите нам, пожалуйста. Начинается с момента появления собаковода на площадке. Смотрим, как заходят собаки, боятся, не боятся, сразу в игру и наблюдаем, как играют собаки. Они же там передают поводки, это координация движения, физическое развитие. Дальше построение, тема занятий. Научить собаку двигаться рядом без поводка или хотя бы на ослабленном поводке – великое дело. Отрабатываем смену темпа движения. При выходе к проезжей части собака должна усаживаться, пристречься знакомым, она должна садиться, изменяем направление движения. То есть собака ни вправо, ни влево не должна мешать под ногами. Все это позволяет нам примирить собаку, следить за хозяином, не тянуть беззадержно. И стремимся к тому, чтобы поводок был провисший. Первоначальная цель – научить собак работать безотказно на малом расстоянии. И затем, встав перед собакой, начинается тема увеличения расстояния. Если вы с Керей гуляете, там спортсмены пишут. И она далеко отбежала. Да, и она далеко отбежала, и чтобы она его не уронила, не напугала ее стоять. Здоровье отозвать от детей. На помощь призывать собаку. Отказ от корма. Или мы доводим до собаки значение слова «команды фо». А сейчас это же энтериты, гепатиты, лептоспирозы. Да, это духантер. Хантеры, снаряды – это сила, смелость, выносливость, вестибулярный аппарат – это тоже подчинение своей воле. Из собаки, как и с пластилином, можно слепить все, что угодно. А ранее выработанный рефлекс, он постепенно затухает. Но ведь можно дрессировку проводить вообще ежедневно. Где лучше заниматься? В группах индивидуальных, в средних группах? Или вот все-таки большие, массовые групповые занятия? Все занятия хороши. Просто от того, что это занятия. Групповые занятия хороши тем, что здесь успешно решается социализация к своим сородичам. Это подражательный метод дрессировки. Собаки более подготовлены, увлекают в одном направлении собак менее подготовлены. Малые группы, там, наверное, инструктор больше обращает внимание на каждого занимающегося. Индивидуальная дрессировка, она тоже хороша. А, как правило, это новые какие-то технологии, методики. Четче может отрабатывать с каждым приемом, с прицелом для участия в спортивных соревнованиях каких-то. Но вообще роль любого инструктора заключается в том, чтобы научить хозяина. Прочной является практикой взять и отдать собаку, кому-то дрессировать. Но еще с удовольствием дрессируются и совершенно декоративные маленькие собачки, ручные практически. У нас вообще покусов от маленьких собак гораздо больше по статистике. Собаки эти с неустойчивой нервной системой. Они бесстрашные, не рычат на хозяев, не хотят выполнять работу. Просто необходимо заниматься. Она не потеряется. Сама не обратит на себя агрессию. Они, как правило, первые начинают. Третье – это культура содержания. Прямо заметно, как у хозяев глаза светятся. Они счастливы, что они не лишают этих маленьких собачек радостного детства. А программа та же самая. Вот в среднем сколько стоит стандартный вот такой курс дрессировки для начинающего собаковода? 4-5 месяцев обучения с групповых занятий примерно 16 тысяч рублей. За весь курс? Зависит, если группа средняя, то индивидуально там дороже. Я правильно понимаю, что вы советуете, чтобы приходил не просто один хозяин, который занимается собакой, а и все члены семьи, которые имеют к этой собаке отношения? Конечно. В семье с собакой должны управляться все одинаковые. Известны случаи, когда один человек занимался, и дочь уходит на работу, ее провожает, а обратно мать не может увезти собаку. Важно ли обязательно сдавать на диплом эти курсы дрессировки? Я все-таки рекомендую сдавать. Даже если собака безродословная, то у нас есть дипломы местного образца. Мы их выписываем и даем медали. Правильно понимаешь, что вот такие дипломы помогут хозяину убедить, не знаю, там, правоохранительные органы, общественность в том, что собака воспитана, обучена и имеет право жить рядом с людьми. В правилах написано, собака должна быть дрессированная, а документом, подтверждающим эту дрессировку, является диплом. Культура содержания собак в нашем городе меняется? Меняется. Десять лет назад одна из выставок была, и мы там все время говорили, что надеть на собак на море. Сейчас можно погладить собаку, пообщаться. Но еще Рябинин в 1935 году писал, что пельмь значительно отстала, потому что у них нет учебно-дрессировочного плаца. Так, по сей день, плоскостное сооружение, которое мы готовы сооружить сами. Если будет предложена территория, я могу заверить, что площадка такая будет построена, у нас все есть. Друзья, давайте будем правильно воспитывать наших собак, и тогда общение с ними принесет удовольствие не только нам, но и окружающим. Это была программа «Чтоб я так жил». До новых встреч! Вы бредите команду ко мне и отбегаете. И собаку обильно поощряют. Мясо кусок. И два занятия, и собака команду ко мне до слюноотделения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова